Мы продолжаем. И мы немножко разнообразим наш форум и внесем кое-что новенькое. Мы меняем формат мероприятия. Сейчас у нас с вами произойдет диалог общения с топ-лидерами Арифлей. Мы будем задавать спикерам вопросы, они будут на них отвечать. Мы подготовили специальные интересные всем вопросы, я знаю, да? Ответ на который дадут успешные лидеры-предприниматели. Итак, мы приглашаем на эту сцену под громогласные аплодисменты. Рублев Дмитрий, Маркелов Олег, Алянкин Михаил. Аплодисменты. Мы вас уже ждем. Надо, надо встать на сцену. Ну что, давайте вначале познакомиться, наверное, с залом. Три вопроса. Как зовут, с какого города, кто до бизнеса и ваши результаты сегодня. Начинаем от меня. Мне нравится всегда наблюдать, поймать паузу, посмотреть, как топовые решат, кто первый будет. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Рублев, город Кирот, бриллиантовый директор. В этом бизнесе мы вместе с супругой, у нас семейный контракт, и за прошлый год мы закрыли три новых звания. И это позволило нам осуществить несколько месяцев, в частности, рейтингов. Вот мы попали по итогу второго каталога на топ-2 филиала Нижегородского. Небольшого филиала, но тем не менее. А также номер 58 России. Приветствую всех. Меня зовут Михаил Алямкин. Мы в бизнесе также работаем с супругой Дарьей Алямкиной. До бизнеса я был студентом, студентом пятого курса. И благодаря своей супруге и приглашению ее в бизнес, мы сейчас вместе развиваем и строим бизнес. Маркелов Олег, Башкирия, город Билибей. Дори Флейм Электрик по образованию. Гордость, звание бриллианта сделано работая по найму. Аплодисменты. Ну что, поехали по вопросам, наверное, да? Поехали. Давай я первый вопрос задам. Так, мужчины, поделитесь по карьерной лестнице, наверное, по званию. На каком уровне вы первый раз почувствовали финансовую свободу в формате бытовых проблем, повседневных бытовых проблем? На каком звании почувствовали свободу? Бриллиантовый директор. Бриллиантовый директор. Точно так же Бриллиантовый директор. Хороший вопрос. Пока не почувствовали финансовую свободу. Мы работаем в этом направлении. Еще раз услышите вопрос. Я на бытовом уровне. Бытовой уровень, когда ты идешь в магазин и не смотришь на цены. Бытовой уровень, когда тебя не парит там, сколько тебе кварплату прислали. Бытовой уровень, где-то когда ты… Хорошо, отвечай. Мы пришли в Рифлейм, имея трехкомнатную квартиру, имея машину новую с салона, мы купили ее до Рифлейм. То есть мы пришли на финансовую свободу. На пассивный доход. Супер. Уже пришел в свободу. Отличие. Тогда сразу вопрос отсюда выходит. Ваша самая дорогая покупка на сегодняшний день? Квартиры считаются. А так вот если наличные, то Шкода Рапид. Шкода Рапид. Два года назад, когда нам было по 25 лет, и мы были в звании бриллиантовый директор, мы поняли, что мы можем продать свою однокомнатную квартиру и купить коттедж, что мы и сделали в принципе. Продали квартиру, сложили все деньги и купили свой собственный коттедж. Последняя дорогая покупка. Мы купили трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, полностью мебелированную в нашем городе. Аплодисменты. Вы уже начали отдыхать с компанией Reflame? Уже на конференции ездите? Можете поделиться каким-нибудь казусом, который с вами происходил на первых конференциях? К примеру, у нас есть один лидер, который прибежал к наставнику на первой конференции и сказал, что это такое, что такое, какой-то отель непонятный, света здесь нету, электричества здесь нету. Кто опытный, они знают, он не знал, что нужно в номере засунуть карточку, чтобы появилась электричество. Друзья мои, что-то в таком формате, какой казус, можете вспомнить, поделиться? Как раз на первой конференции в Париже, когда мы с женой ездили в Диснейленд, как оказалось, мы туда съездили зайцами по метро. Почему это так получилось? Просто ребята, кто были с нами, их поймали, оштрафовали. И только потом мы уже узнали, что мы не заплатили за проезд, а съездили туда-обратно. И зайцами, в общем. Во Франции зайцами покататься. Ребят, кто хотел бы такой экстрим? Чтобы у вас вспоминание было. Отлично. Вообще в каждой поездке я стараюсь максимально четко все подготовить, чтобы не возникло казусов никаких в каждой поездке. Но вот буквально в последней конференции в каруизе по трем странам, возвращаясь уже домой. У нас было свободное время в Риме. И нас отвезли на экскурсию по Риму и дали свободное время. Вот Оскар Доминов, по-моему, тут, да? Привет, Оскар! И вместе с ним и его супругой Элисан у нас как раз так и случился казус. Мы решили самостоятельно прогуляться по Риму без гида, без основной группы, с которой мы приехали на автобусе. И в заданное время мы обещались вернуться в указанное место. Но так получилось, что в итоге мы не поняли, какое это место должно быть. Оскар обещал, что он знает, где это. Но мы не нашли это место. Оказалось, это где-то в 30-40 минутах пешим ходом. В итоге автобус нас не дождался. Вместе с нашими чемоданами уехал в аэропорт. И нам своим ходом пришлось добираться, не зная языка, чтобы успеть догнать этот автобус и улететь домой. Долго я думал, как ответить на этот вопрос. Но на самом деле все просто. Когда мы первый раз были за границей, я изучал немецкий язык. Поэтому ни одного слова, что к чему и как, мы, конечно же, сказать не могли. Сейчас уже 13 стран мы посмотрели, три из которых, благодаря компании Reflame, супругу уже практически в совершенстве владеет английским языком. Сегодня на эту тему, по-моему, тоже разговаривали. Если оказаться в окружении, рано или поздно сам научишься. Но меня пока это не берет. Супер. Следующий вопрос тоже к каждому из вас. Три совета, которые вы бы задали сами себе 10 лет назад. Быть смелее, быть увереннее и больше действий. 10 лет назад мне было бы 18 лет, и я бы, наверное, сам себе дал советы. Это заниматься самообучением, искать какие-то источники дохода, ну и быть уверенным в себе. Ну, 10 лет назад я бы был бы рад, что если бы я в этот момент узнал о бизнесе в Reflame. Узнать о бизнесе в Reflame. Круто. 5 качеств, которые вам нравятся самих в себе. А что? Надежность, стабильность, сейчас уверенность. Ну, 3 значит 3. Красавчик. Скромный. Скромность. Скромность, да. По себе если смотреть, то это не из качеств. Честность, доброта, любовь к людям, целеустремленность и настойчивость. Ну, первое качество, это, наверное, упорность, упорство, да, упорство. Второе качество, это надежность, ответственность за команду, за организацию, за бизнес. Ну, конечно же, серьезность. Что еще? Такой вопрос. Спасибо. Самый лучший и ценный совет, который вам дали, и кто это был? Бриллиантовый директор. Если ты хочешь стать бриллиантовым директором, то тебе необходимо думать, как бриллиантовый директор, делать, как бриллиантовый директор и одеваться, как бриллиантовый директор до того, как ты им станешь. Я услышал эту фразу два раза. Первый раз от Владимира Полежаева, но понял ее только от Роберта Шемарданова. Наверное, один из самых важных советов, это был совет высшенастоящих спонсоров, чтобы мы развивали этот бизнес вместе с супругой и строили именно семейный бизнес. Спасибо. Ну, если касается бизнеса, самый ценный совет, который наконец мы услышали, и это дало нам звание бриллиантового директора, это наконец написать список знакомых из трехсот имен. Первый список знакомых. Круто. Давай, я завершаю еще вопрос, а потом мы еще блиц-опрос сделаем. Завершаю. Самый безбашенный поступок. Задал скромным людям. Поскольку я не экстремал, то для меня были американские горки. Супер. Я тоже не экстремал, но год назад в деревне, отдыхая на речке, глядя на молодых людей, которые прыгают с высокого дерева, все-таки решил это повторить. Повторил и не совсем удачно. Так нырнул, что контузия была, как после гранаты, наверное, которую рядом со мной забыл. О, ты как хотел. Ты что думаешь, легко мы тебе легкости не обещали. Здесь на сцене. Тяжело, говорит, вопрос. Экстремальный поступок. Ну, скажу, ладно. Самый экстремальный поступок совершен две недели назад. Я ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком. Аплодисменты! Круто! Ну что, короткие, короткие блиц опросы. Официально. Да, короткие блиц опросы. Смотрите, блиц опрос. Мы задаем вопрос, задаем три варианта или два варианта. Вы выбираете только один. Быстро по очереди. Хорошо. Саша, ты начинаешь по очереди. Давайте. Apple или Android? Так, по очереди. Давай я собьюсь. Что задали, что не задали. Ладно, ладно. Ну, это просто вопрос. Меня очень волнует. Я знаю, что он тебя волнует. Но мы все равно начнем с него и потом у него. Apple. Дело в том, что у меня Android у супруги Apple. Сложный вопрос. Android. Android. Apple. Apple. Супер. Что выберете? Театр, спортзал или кино? Сейчас спортзал. Театр. Красавчик. Спортзал. Рекрутинг, наставничество или продажи? Наставничество. Рекрутинг. Настачуство и рекрутинг. Одно. Давай, давай, одно. Одно без другого не бывает. Согласен, давай. Хорошо. Наставничество, если уже было рекрутинг. Отлично. BMW, Mercedes, Audi? Mercedes. Мечта, BMW. Lexus. Я вообще выбираю японцев. Супер. Так, что предпочтете, частный дом или квартиру? Частный дом. Дом. Квартиру как инвестицию, а дом для себя. Телеграм, ватсап, вайбер. Телеграм. 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 Павел Дуров, привет. Дальше тоже вопрос. Инстаграм, фейсбук или вконтакте? Вконтакте. Инстаграм. Вконтакте. Супер. Ночной клуб, паб или ресторан? Ресторан. Неплохо бы, конечно, ночной клуб, но приходится ресторан. Сказал, женатый человек в душе в ночном клубе находясь. Еще про театр говорил. Сегодня есть шанс, да? Сегодня шанс. Сегодня шанс. Сегодня для жены есть алиби тут. Алиби хорошее. Уже спрашивают, а во сколько у вас там закончится. Во сколько у вас там закончится. Ну, понятно, ресторан. Это ресторан. Ресторан, а что в клубе с пабом. Так, а какой вкус предпочитаете wellness? Клубника, шоколад или ваниль? Шоколад. Клубника, шоколад. Супер. Ну что, отпуск. Дикарями. Все включено или дача-деревня? Дикарями. Все включено. Дача-деревня. Нет, я могу сказать, все три ответа правильные. Нет, одно нужно выбрать. Ну, конечно же, все включено. Все включено. Ну что, друзья. Спасибо топовым лидерам. И под ваши громогласные аплодисменты мы вручаем им подарки. Друзья, интересно было. Спасибо. 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 Провожаем вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok